всем привет здравствуйте привет здравствуйте 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 привет 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 всем новинки новиночки привет казахстан сейчас подождем пока все подключится всем привет сегодня покажем вам растяжку супер новой кистью от юлечки белей кисть называется маны до кисточка от юли наконец-то она попала в мои руки и теперь мане стала делать еще легче еще быстрее просто класс хабаровск питер привет привет продажи нет а теперь эта кисточка есть продажи и теперь ее можно даже приобрести у нас в школе у 5 красивая лохматуля можно сделать я сейчас поближе вам покажу вот такой прям мягкий мане мягкий переход растяжка можно сделать горизонтальный переход это этой же кистью в технике маны тоже счастливый обладатель вот такой можно сделать переход из четырех цветов вот этот был из двух цветов горизонтальная растяжка маленький градиент мане это техника техника такая мы сейчас как раз я буду показывать рассказывать это даже не градиент как вид дизайна потому что здесь вся прелесть в том что мы должны оставить вот такие мазки на поверхности чтобы было видно мохнатые хотим знать как это делать сейчас все будет вот очень красиво такой черный не знаю видно вам или нет черный и красный класс спасибо так начнем спасибо что приглашаете читателей вот это еще блестючий можно сделать мазки не мазки не видны там где я пыталась сделать мягкий мягкий эффект мазки видны там где мне нужно было вот например вот здесь мазки видны спасибо за народ это наращивание это у нас покрытие вот здесь видите мазочки видно можно по желанию как хотите можно сделать делаете мягко да сейчас мы сделаем вот такую вот растяжку горизонтальную она достаточно мягкая будет приступим ваш фрэнч оценили да спасибо фрэнч мне делал татьяна ющенко наш мастер подскажите пожалуйста фирму акварели ваших акварели я работаю ленинград сколько стоит эта кисть кисть это стоит 500 рублей итак я подготовила цвета неоновые вот у меня из коллекции не он можно взять совершенно любые но здесь мне нужны для этой растяжки родственные цвета поэтому я беру максимально вот близко по по цвету то есть у меня будет зеленый желтый зеленый желтый и оранжевый вот они видно наношу сначала можно в любой последовательности можно начать с оранжевого потом желтый потом салатовый потом зеленый можно наоборот я начну нанесу сначала зеленый аккуратненько проходимся в зоне у кутикулы покрываем очень тонким слоем для того чтобы было удобно нам для растушевки покажу один вариант можно наносить сразу все цвета встыка можно здесь подрастушевать этой кистью под растянули можно зафиксировать на несколько секунд в лампе затем наносим следующий цвет вот здесь на то место где у нас прозрачный цвет тоже также наносим очень тонкими слоями можно опять же эту кисть немножко протереть салфетку и растушевываем сверху вот такими короткими мазочками спускаем цвет немножко растушевываем если хотите можно опять немножко зафиксировать в течение нескольких секунд в лампе как раз сейчас лето и на лето будет очень быстро и удобно на лето будет цвета вашего хамелеона дальше берем желтый желтенький у меня тут совсем чуть-чуть осталось точно так же вот сюда на на цвет который уже нет не обязательно я просто показываю как вариант можно и так и так если делать на белой подложке будет еще круче можете сделать на белой подложке это желтый тип мастер-класс до желтый здесь где на прозрачный фон можно посильнее на кисть надавить чтобы растушевать покажите кисть пожалуйста пожалуйста нет наверное не получится приезжайте к нам в школу адрес школы можно посмотреть на сайте на сайте verbena.ru она очень мягонькая да у нее очень мягкие волоски поэтому получится все очень легко и удобно дальше прикольно берем оранжевый цвет также заходим немножко на желтый края красивая типса натуральная типса ваша школа далеко ага типса лена акварельный дизайн перекрываю базой плюс два слоя так без липкого что-то вздувается и отслаивается плохо обезжирили или очень толстый слой акварели нанесли так вот это у нас первый слой будет кисточку можно очистить сейчас только мастеров тянут одеяло на себя о том кто создал кисть для омбре это кисточку эту кисточку сделала юля белей поэтому ей большое спасибо да я делала эту технику тонкой кистью и на своих курсах обучала делать в этой технике тонкой кистью это конечно занимало чуть больше времени теперь это все быстро и удобно спасибо юли за кисть дальше проходимся второй цвет наносим вот здесь я уже буду покажу как вариант не светоотверждая то есть снова также растушевали вниз немножко спустили берем светлый цвет девочки а есть кто-нибудь здесь сейчас нами кто был у меня на курсах напишите пожалуйста напишите да если были кисти все без исключения класс ура привет а покажите амбре из двух цветов юль привет да кто-то пишет я да запишу трансляцию через 15 минут запущу запишу запищу запущу 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 да да как кистью расспрашивает кисть супер юль вот хвастаюсь всем показываю что теперь очень быстро и удобно вот мы делаем сейчас горизонтальную растяжку в технике манне вот этой твоей замечательной кистью есть просто супер уже честно продажи эти кисточки стоимость 500 рублей учебном центре вы были на интершарми конечно было я ее там подловила и выловила кисть как купить ваши кисти я из белгорода как заказать по поводу доставки это наверно киуля кто хочет купить кисть здесь вот кто был на занятиях или кто сейчас находится у нас в учебном центре можно прикупить уже так растушевываем видите не светоотверждая каждый цвет между собой смешивая пузырьки не возникает нет нет никаких пузырьков достаточно гладкий до кисть я протираю салфеточку просто даже не очищаю просто протерла и продолжила продолжила растушевку что за кисть кисть от юли белей кисть называется манне а в школе их много достаточно я думаю всем хватит вот так можно сделать еще один слой если хотите более насыщенный помещаем в лампу на 30 секунд есть не боится спирта продажи в школе кисть я скажу больше юль кисть не только спирта не боится она не боится нашей жидкости для снятия гель-колора отлично себя ведет и шикарно работает сейчас покроем топом и сделаем еще раз такой возможно классический манны убою удивляется наверное насчет жидкости а где можно набор кистей приобрести в москве где заказать по поводу наборов кистей вот обращайтесь к юлечке белее вот июль обозначится чтоб люди на тебя подписались и тоже задали вопросы а кисть манны я еще раз повторю сейчас можно уже купить у нас в школе на покровке как как crazy crazy queen есть кисти так вот у нас готовы готовая растяжка красный сейчас сделаем красный вам какой показать вот как классический манны или также горизонтальная растяжка вот два варианта давайте и тот и другой сделаем все зависло а попробуйте перезайти выйдите из горизонтальный сначала давайте оба сделаем тогда сейчас горизонтальный горизонтальный хорошо делаем горизонтальный красный с черным и красный не зависла нет идеальная растяжка так отставлю сейчас все эти неоновые цвета подальше да делаем горизонтальную так я использую цвет это у нас из коллекции по моему новогодний g32 я возьму такой если есть специальные кисти действительно да теперь можно не думать про то что не получится растяжка потому что все очень легко быстро и удобно так нанесли вот чуть меньше половинки взяли кисточку и опять вот такими короткими движениями можно чуть сильнее приезжать растушевали как бы вбили поверхность в типс сколько стоит гель-лаки опиай вопрос пожалуйста вот если у 5 school здесь ответьте пожалуйста сколько стоит гель-колор и возьму цвет который у нас х 70 такой ярко-оранжевый насыщенный закрываем захожу на цвет который нанесла 1 до трансляцию удалять не будем а вы используете только опять да я работаю только на опи и еще раз чё за ты курить со скидкой 15 мили можно снизу вот так кисть от себя отвернули и касаясь только кончиком здесь уже давление не нужно только кончиком растушевали дальше здесь еще такая фишка есть мы можете кисть держать не строго вот спасибо большое можно теперь ее разворачивать в разных направлениях то есть можно в сторону провести прямо по горизонтали поставить и вот так вот протушевать то есть можно сделать вот в один слой я сделаю два чтобы было более насыщенно сейчас помещаем в лампу на 30 секунд без музыки так необычно так тихо лаки неоновые были можете показать как светятся эта коллекция называется не он светится они при ультрафиолете опиа и неоднозначное мнение но попробовать хочется что значит попробуйте мне например очень нравится каждый же выбирает для себя то я так рада что тебе понравилось июль вообще я не на радуюсь я вон разошлась я уже несколько дней подряд сижу рисую в этой технике смешиваю растушевываю спасибо ли она жалко что они смогли приехать на симпозиум 2016 февраля эх как мне это жалко так вот снова второй слой делаем точно также все те же самые движения так вот тут очень красиво жаль в эстонии не приобрести сомневаюсь что в эстонии нет а кисть растушевали и берем опять второй цвет привет я видите немножко захожу на тот цвет который сверху я растушевала вниз то есть обязательно и правило на него зайти и не берите очень толстый слой чтобы не был никаких подтеках чтобы все лежало красиво всем привет приходите к нам бесплатный семинар по великолор и все плюсы вы узнаете как раз купите видео останется видео обязательно останется удалять не буду вот как раз школа пишет обязательно приходите на бесплатный семинар повторюсь бесплатный и много всего узнаете про гель color видите я кисть повернула уже из этого положения до когда я работала такими движениями потом поворачиваю в конце и прохожусь еще короткими движениями по горизонтали где мой проходить семинар спрашивают в учебном центре 5 спасибо за ваши мастер-классы ставим в лампу на 30 секунд и после того как вы покроете топом видите вот есть на поверхности такие неровности сейчас это после топа все выровняться будет гладенько и красиво кисть называется манная кисть от юли белей юли можно купить в москве спрашивают в москве я знаю теперь только одно место пока что юль наверняка скажешь что еще где-то то есть но я пока не знаю на покровке учебный центр опи ай так покрываем завершающим покрытием также у юли много кистей у юли очень много кистей хороших на вкус и цвет так скажем понимание телефон вот написали да вот добавляетесь уже можно вот я сразу курсы привет улечка олечке привет кто-нибудь знаете о выставке в краснодаре они такие кисти не знаю не могу сказать еще раз вот не договорила у юли очень много разных кистей на вкус и цвет ну я вот поскольку работаю всегда одной кистью меня даже не было невозможности попробовать но теперь одна из кистей у меня в руках я не могу остановиться как видите вот вот у нас получается кисть действительно очень классно и сами рисуют точно будем делать вот такой манэ классический где у нас светлый в центре какой ворс у этой кисти ворс искусственный добудем давайте сделаем давайте сделаем с черным мне очень нравится вот этот его не глубокий у юлистов появись пожалуйста напиши как приобрести кисть в воронеже красный черный у меня есть уже в палитре я буду убрать из палитры наносить а красный красный можно даже взять вот этот яркий насыщенный такой даже не красные больше как оранжевый вот по центру наношу где можно приобрести эти кисти я из израиля мы обязательно у юли еще раз спросим эту информацию юль ты здесь так вокруг наносим черный вот в этой технике мы также будем делать в два слоя мы нет вот юля возможно отправляет но здесь в москве вы можете купить в учебном центре опять на покровке кисти доброго дня спасибо теперь смотрите ставим не целиком кисточку а только одной половинкой с одной стороны заходим вот такими круговыми движениями с разворотом с одной стороны затем меняем чистой стороной чтобы опять же времени тратить проходимся спасибо с другой стороны протираем кисточку это вот мне так понравится кстати елочка теперь можно поперек вот этих движений заходить ближе к центру еще раз название кисти пожалуйста кисть мане техника мане в честь знаменитого прекрасного художника мане клода клода мане теперь еще движение нужно сделать из центра чтобы раскрыть чтобы у нас темный не перекрывал все это дело и будем сейчас наносить второй слой я еще немножко растушую здесь боков прикольно всем привет всем привет кому-то очень нравится очень клево рисует эта кисть кисть вообще прям даже не хочется останавливаться каждый мазок уже очень красиво получается ставим в лампу на 30 секунд вы будете этой кисточкой делать? возможно привет вам из Хабаровска сейчас и до пушистиков дойдем да сейчас и до пушистиков дойдем сейчас и звери пойдут пушистые спасибо спасибо на Кипр можно сделать заказ? на Кипр если соберусь на Кипр этим летом обязательно захвачу с собой все счастливы я тоже сделаю так теперь покрываем второй слой я могу теперь взять уже красный big apple red покрываем серединку видите он уже становится такой светящийся в центре у вас так легко получается а это не сложно тем более теперь с этой кистью что держится гель color очень долго пока не снимешь здесь наношу тонкой кистью только для того чтобы это уже второй красный цвет то есть другой да этот я взяла обычный классический big apple red можно им же и сразу было делать черный я беру из палитры который у меня уже полежал много времени уже достаточно такой плотный цвет если вы берете из флакона чистый цвет он может быть прозрачным его нужно хорошенько потрясти а если им сделать два слоя то темнее получится серединка если они тем же имеют ввиду красный нет он просто не красный он такой красно-оранжевый и нет вот этой вот всей прелести поэтому лучше взять классический красный точно такими же движениями аккуратно без давления проходимся возможно покрываете либо очень толстым слоем либо наоборот очень тонким попробуйте в два если вы при покрытии когда вы первый слой покрывали кисть у вас пачкалась пигментом от цвета это значит что дисперсия цвета и пигмента смешивались с топом и поэтому при удалении дисперсии у вас получилась матовая такая поверхность не очень блестящая всегда когда чувствуете что кисть пачкается покройте тогда в два слоя топа и у вас уже наверняка все будет красиво блестеть теперь здесь движение я буду делать в разные направления то есть какие-то вниз какие-то вверх какие-то длиннее какие-то короче и все ведем к центру скажите пожалуйста если дизайн рисовать акриловыми красками топом один раз перекрывать или двумя смотря на какой поверхности вы рисуете и каким топом пользуетесь вообще желательно всегда в любом случае покрывать два слоя топа когда вы работаете с красками кто-то пишет что еще не снимайте липкий слой сразу дайте немножко остыть но в гель колорах это совершенно не нужно на гель лаки топ мемори это наверное отвечает чем вы пользуетесь на гель лаки топ мемори но гель лаки тогда скажите пожалуйста какой процент от всего дизайна вы используете краски то есть превышает ли больше десяти процентов ну можно уже вот так оставить уже и так достаточно красиво если хотите еще более глубокий да ну можно еще одним слоем пройтись не видно просто камера конечно не передает свет вот эту глубину сейчас я помещу в лампу на 30 секунд и покроем топом на 15-20 процентов покрывайте в два слоя топа и тогда у вас все будет держаться раздевайте сейчас сделайте фото да обязательно сфотографирую выложу в инстаграме тогда возможно цвет будет более приближенный к тому что есть на самом деле но все-таки фото и видео они всегда съедают вот этот цвет который в реальности существует это кисть будет в наборе или отдельно эта кисть есть отдельно сейчас а не знаю может быть Юля ее сделает в наборе так покрываем топом сравните два ногти с этим рисунком в смысле еще раз сравните два ногти с этим рисунком а сейчас да сейчас мы это покроем топом скажите пожалуйста лучше учиться на хороших материалах вообще всегда лучше и работать и учиться на всем хорошем да мы в нашем салоне работаем да а сама техника мане заключается в чем штрихах которые у вас остаются эффект такой остается пушистости ну просто по-другому я не знаю как еще это назвать именно чтобы было видно штрихи много тонких линий в хаотичном расположении и смешивание цветов хорошо видно больше всего ну я сейчас поближе покажу сейчас сравним сейчас сушим пока еще да он у нас в лампе на 30 секунд так вот сравниваем то что было и то что есть да здесь просто два разных красных видите и вот этот который я сейчас сделал он чуть мягче тот который был а так наоборот хуже будет видно вот то что мы сделали еще как будто черешенка можно еще вот такой вариант сделать с блестками блестящим лаком извините за такой вопрос но интересно кто-то в трансляции сказал что вы ждете малыша я нет это все брехоня не ждут может быть скоро и буду ждать но пока что нет вот еще такой вариант можно сделать 4 4 я же вам показала 4 цвета это очень легко главное цвета иметь родственные это те цвета которые стоят на цветовом круге друг рядом с другом можно прям подряд взять все родственные цвета и нанести растушевать ну что вам понравилось вопросы есть еще какие то сколько лет вы под опи работаете на опи работаю все время как я выучилась то есть ну я конечно пробовала и другие марки разные спасибо 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 и вот так такие еще совсем нежные можно сделать легкие на таких легких пастельных оттенках маны можно делать красиво графическую графические рисунки графику прорисовку тонкой линии кстати кисти для тонких линий у юли тоже очень крутые я сама лично на ее стенде на интершарме попробовал мне очень понравилось браво юлечка кричит браво спасибо я тебя люблю всем спасибо за внимание чуть позже может быть на днях обязательно выйду и покажу вам еще что-нибудь все до встречи всем пока пока